и всем привет друзья вы на канале sky top games с вами иван и сегодня у меня важные новости для тех кто знаком с игрой лакуна пассаж кто-либо в нее играл кстати это атмосферная игрушка путешествия на марсе симулятор наподобие take on mars ну для тех кто не знаком ребятки советую познакомиться кстати у меня на канале есть плейлист посвященной этой игре и сегодня друзья у меня новость от разработчиков итак друзья насколько мы помним что в январе этого года мы получили сообщение от создателей этой игры тайлера оуэна и студия рэндом сид games что игра лакуна пассаж закрыта и разработчик больше не будет вкладываться в эту игру игра закрыта и прочее у создателя были на то причины якобы связанные с какими-то там семейными что ли обстоятельствами и спустя три месяца в апреле мы узнали еще одну новость о том что лакуна пассаж он нашел новый дом и начиная с этого момента студия конденсит games берет на себя разработку тайлер общался с разработчиком виллсом тивари и командой конденсит games и будущее выглядит ярким для лакуна пассаж новый разработчик обещает нам что будущие версии лакуна пассаж будут построены на движке unreal engine новый игровой движок откроет много больших возможностей для геймплея и первая из которых это возможность значительно увеличить масштаб игрового мира и 22 ноября к нам пришла новая новость что где-то месяца через два будет большое обновление обновление 02 для игры лакуна пассаж и в своем обновлении как обещали разработчики они переходят на игровой движок unreal engine который позволит им создать большие ландшафты и строить точные карты местности из данных захваченных орбитальным аппаратом mars арбитр ну давайте я вам немножко расскажу что будет нового в этом обновлении нас ждет каньон кондор расположенный в самом сердце долины маринер он является самой глубокой частью гигантской системы каньонов который просирается через марс каньон находится в юго-западном квадрате на лежит в глубокой долине которая окружена суровыми огромными стенами каньона высотой до 5 километров до это кстати ветреная местность будет проблемой даже для самого опытного астронавта и они упорно работали над тем чтобы воссоздать марсианские границы чтобы мы могли исследовать их в деталях выживание в суровых условиях таких как каньон кондор потребует надежной защиты и у нас появятся новые места выживания то есть я сейчас о них подробнее расскажу что нас ждет нас ждет совершенно новый набор хабсов то есть набор новых жилых модулей также они уделили пристальное внимание тому как будут выглядеть жилые модули они построены из модульных частей которые предназначены для упаковки в ракету транспортировки на марс и сборки на месте я не знаю что разработчики мели здесь ввиду то ли модули уже будут находиться на картах то ли нам придется их собирать что еще они говорили то есть у нас возможно появятся новые какие-то модули для ремонта роверов для сборки появятся новые помещения для исследований и многое другое то есть здесь как бы вопрос от них остается открытым внутри жилого модуля кстати мы сможем теперь пить кофе не только у нас будет вода которая будет вырабатываться нашими модулями кстати я заметил вот в последней версии уже есть у нас замороженные куски льда я пока не разобрался что с ними делать нам говорили что нам все больше придется следить за системами жизнеобеспечениями возможно появятся какие-то новые еще модуля придется следить за кислородом или еще чем то непонятно кстати нам обещали что воздушный шлюз будет изменен для дополнительного бонуса к редизайну теперь мы будем входить и выходить из среды обитания без каких-либо загрузочных экранов как это было это была главная задача дизайна которую они решили потому что это делает геймплей намного более гладким естественным и добавляет некоторые забавные возможности также через окно жилого модуля можно будет следить за погодой снаружи то есть все окна станут прозрачными второе это наверное небесная система они продолжили совершенствовать небесную систему наряду с планетами и лунами мы теперь будем имитировать искусственные спутники на орбите то есть мы сможем использовать эти спутники для навигации и картография также насчет небесной системы я скажу еще то что можно будет наблюдать не только такие статичные звезды до статичный и млечный путь на ночном небе но также можно наблюдать будет фобус передвижение фобуса или деймоса по ночному небу интересную засветку так что ребятки ждем ждем буквально два месяца и посмотрим что нам привнесет новый игровой движок и конечно же новый разработчик пальчик вверх подписочка на канал пока пока до новых встреч